И снова наши коюнлю соседи истерят, потому что, как мы и говорили, все цивилизованные страны, весь цивилизованный мир, все цивилизованные народы за Армению. Во время открытия Олимпийских игр при проходе сборной Армении французский комментатор отметил, что идут армянские друзья, а Армения – это страна, близкая сердцу французов, которая подверглась азербайджанской агрессии. При проходе сборной Азербайджана тот же комментатор Суха отметил, что идет кавказская страна, которая находится в конфликте с Арменией. А ведь действительно, в цивилизованном мире Азербайджан известен лишь тремя вещами. Первое – конфликт с Арменией. Второе – нефть. Третье – диктаторский режим, следствием которого является низкий уровень свободы человека, высокий уровень коррупции, обороты наркотиков и так далее. Эта страна популярна лишь в постсоветском пространстве, где легче купить всяких псевдоисториков и псевдополитиков, которые согласятся распространять тезисы Абширона, особенно если это угодно Кремлю на фоне дрейфующей Армении. Нас на протяжении 30 лет убеждали, что мы никому не нужны и что нас никто не любит, кроме России. Однако на деле все оказалось наоборот. Армяне, живущие, например, в Европе, прекрасно чувствуют на себе искреннюю любовь и уважение к Армении и ее народу. В любой стране мира, когда говоришь, что ты армянин, люди сразу меняются на глазах, проявляя настоящую, нетуристическую любовь. Наши соотечественники и наша история оставили у людей в разных странах мира только позитивные чувства и уважение. Все выросли на учебниках, рассказывающих правдивую историю о нашей стране и о нас. Каждый армянин на протяжении всей нашей истории представлял не только себя, но и свою страну, историю и культуру. Представьте, что будет, если мы станем интересны еще и экономически. Это откроет невероятные возможности для развития нашего государства. Субтитры создавал DimaTorzok